Нужно только тогда, когда ликвидируются балласты на этой системе и начнёт выполняться программа, которая была принята в 2012 году и которая не была реализована за 5 лет, но сегодняшний день. Вот о чём идёт речь. Почему она была не реализована, я это очень чётко изложила в документе. Давайте к контуру, когда ты спросим меня. Вы знаете, спрашивать можно кого угодно. Можно у меня один вопрос сразу? Мы только что уже затронули его. Извините меня, если наша комиссия начнёт заниматься всеми вопросами города, то не будет никаких вообще решений, ни одного вопроса. Потому что я считаю, что каждая комиссия, поэтому и называется она профильная, постоянная депутатская комиссия. Поэтому нужно обращаться на комиссию профильную. В первую очередь. И потом уже основываясь на выводах профильной комиссии и так далее. Я так думаю, мы не можем разобраться во всех вопросах. Вопрос, поднимаемый в моём обращении, требует решения городского совета. Для того, чтобы городской совет проколосовал за или против, должен городской совет быть в курсе поднимаемого вопроса. Поэтому я сегодня пришла сюда не для того, чтобы вы досконально разбирались в теме обращения с собаками. Это действительно не ваш профиль. Я поднимаю вопрос государственного управления и пытаюсь донести до депутатов городского совета, что департамент ЖКХ не имеет отношения ни к ветеринарии, ни к зоологии, ни к биологии. Я приложила документы, вот они у вас должны быть подколоты. Я обратилась в Министерство регионального развития ЖКХ, где мне чётко ответили, что их профильные ведомства не занимаются животными. Я хочу вас подвести к теме того, что в программе прошлой, что в правилах, что в уставе Центра защиты животных везде фигурирует департамент ЖКХ. Это лишняя структура в работе этого учреждения, этого коммунального предприятия. И, возможно, именно этот балласт, который встроен в структуру работы этого предприятия и мешает нам на сегодня выполнять те функциональные задачи, которые прописаны и в уставе предприятия, и в программе, и в правилах. Я понимаю, что не каждому интересно читать документы, которые уже 5 лет существуют в городе Николаеве. Вот так они выглядят. Вот эта программа, вот это правило. Этим документам уже очень много лет. Понимаете? Они висят на вашем сайте, на сайте городского совета в электронном виде. Об этом даже никто не знает. И когда я делаю запросы в Центр защиты животных о том, как была выполнена программа за все эти годы, я получаю те ответы, копии которых я вам предоставила. То есть мы видим, но ответы на эти вопросы предоставляет нам департамент ЖКХ. Я еще раз акцентирую внимание, что департамент ЖКХ не имеет никаких полномочий по работе с животными. То, что это управление поставлено регулировать там какие-то вопросы, ради бога, пусть оно регулирует. Но в системе работы с животными это управление, это структура лишняя. И вот этот вопрос в компетенции только депутатов городского совета. Я не могу этот вопрос решать ни втроем, ни в пятером, ни в одиночестве. Поэтому я поднимаю с вами только этот вопрос. Я привела вам доказательства, что департамент ЖКХ не имеет отношения ни к ветеринарии, ни к зоологии, ни к биологии. Это такое, как элементарные вещи, что, наверное, даже не надо иметь 7-5, чтобы это понять. Тем не менее, вот когда-то наш горсовет, воспользовавшись своим правом местного самоуправления, ввел эту структуру в регулирование вопросов вот этого предприятия и всего остального, касающегося животных. Поэтому сегодня над этим предприятием стоит горосполком, горсовет, как учредитель. Стоит коммунальная властность, потому как это коммунальное предприятие. И сам центр, который, может быть, и не может даже в полную силу развернуться и выполнить свои функциональные обязанности, потому что есть еще какой-то баланс, понимаете? Баланс, который с красивым названием управления... Понимаете, то, что он называется... Это ничего? А? Мы не закончили с этого разума. То, что... Управление экологии. Управление экологии, понимаете, это только красивые названия. На самом деле, ничего к экологии это управление не имеет. Там не работают экологи, понимаете? Там не работают профильные специалисты, там работают менеджеры, управленцы. Мы все это прекрасно знаем. Угарить не будем или смирить тоже друг перед другом. Но в чем, в чем, в каком-то не заключается... Вот мое обращение. Их отсутствие там, или их не работают? Да, я в конце... Давайте два слова скажу. Тут не суть даже с точки зрения те, не те люди. Статус этого управления должен быть изменен. Я в этом глубоко утвержден. Потому что то, что сегодня происходит в городе, мне еще раз доказывают, кроме животных, те экологические проблемы, которые есть, что этот статус этого управления должен быть а, выведен из подчинения департамента ЖКХ, по той простой причине, что департамент ЖКХ сам источник экологических загрязнений и нарушений, не может быть подведомственная структура, которая... Ну, то есть департамент сам, прошу прощения, гадит, и тут же находится управление экологией, которое должно контролировать вышестоящее начальство. То же самое и по всем остальным вопросам, по животным. Я вот скажу с того, что статус этого управления должен быть независимым. Это изменение структуры, да? Ну, так мы структуры... Здесь варианты какие? Выносить на сессию имеют право Местирового, Выконком Минской Раты, Депутат конкретный и сборы громадян. То есть в данном случае, если вы не найдете понимания и поддержки у кого-то из депутатов или там у исполнительной власти, можно провести сборы громадян, процедура, как она там прописана, и быть инициатором вынесения этого вопроса на сессию городского совета. Там много различных препятствий, но я уверен, что вы их преодолеете. Мне бы все-таки хотелось, чтобы депутаты, поскольку мы вас избирали, мы на вас надеялись, чтобы все-таки поняли, прониклись этой проблемой. Понимаете? Иначе мы никогда ничего в городе не решили. Можно два слова. Мы со своей стороны, там, вот часть фракции, самопомощь, вышла с предложением изменить структуру. Сделали свое предложение, как мы это делаем видим. Но, тем не менее, депутаты, в целом, не услышали это. Ну, это предложение. Оно было сделано альтернативно нашим коллегой Кирилевским. Разложена структура, сколько человек, как это должно выглядеть структурно. Депутаты это не поддержат. На данный момент, я понимаю, что и поддержки не будет. Поэтому еще раз выносить мне или моему коллеге этот вопрос в сессионный зал некорректно, потому что я знаю, что мы от нас это через два раза не поддержим. Поэтому, если это общественность, то к общественности отношение немножко другое. Потому что это часть жителей города. Вот я вижу, каким образом решение. Мы можем запустить эту работу, эту схему общественных обсуждений и служений непосредственно по работе Управления экологией. Но в данном случае я поднимаю острой проблему того, что программа в этом году заканчивается. Еще полгода, шесть месяцев программа, вот я передала в ДНР, чтобы не потеряться, она закончится. Из того, что я прочитал, первично все-таки, вы понимаете, вопрос структуры. Да, но на сегодняшний день совершенно достаточно, чтобы Центр защиты животных, имеющий в своем штате почти 40 человек, составить... Вот этот документ составить, извините, нефиг делать. Понимаете? Мало того, его даже составлять не надо. Этот документ должен возвернуться на свою исходную точку от 2012 года и начаться выполняться. Нет, но это вы понимаете второй вопрос. Это вопрос уже программы. Первый вопрос все-таки, и главный, насколько я понимаю, это вопрос организации, управления... Безусловно. ...экологией животных, более не не было. Это киричное, правильно? Да, мы согласны. А это второй вопрос, что заканчивается программа, именно по новой разработке. Но дело в том, что когда вопрос в горсовете встанет, чтобы вы голосовали, например, в конце 2017 года или в начале 2018 года за новую программу, вы же все единогласно проголосуете, даже не читая, что так. Ну, слава Богу, я на это очень надеюсь, поэтому я сегодня иду на каждую корнисию, чтобы каждому посмотреть в глаза. Подождите, я согласен с тем, что коллега Исаакова в отношении того, что ваша жена с корнизацией должна выйти с иницировать индивидуально. Может. Может принять, да, скорее, может. И я не против того, чтобы, допустим, управление экологией, которое сидит слева от вас, инициировало вопрос о том, чтобы у них был отдельный департамент, и чтобы они конкретно занимались той работой, которой нужно заниматься экологией. Об этом мы говорим, об этом творчестве, здесь не в скобках. И тем вопросом, чтобы обозначить эти животные, о которых вы сейчас говорите. Но почему вопрос этот не сериал, закатать белая структура? Где вы были? Значит, вы не прочитали документы. Понимаете? Вот я настолько все подробно там излагаю, что вот даже... Я не слышал вас, по крайней мере, из-за того, что вы сейчас говорите, и все, что вы, значит, написали. Я опасен. Ну, подождите, я же не учительница, чтобы прийти сюда заново прочитать то, что я вам заранее надеялась, что вы прошли. Сынка, какой механизм сегодня? Только инициатива, правильно? Нет, есть.